4 апреля 1719 года началось строительство Ладожского канала. Огромное желание Петра I ввести активную торговлю с Европой требовало расширения водных путей. При этом Ладожское озеро, через которое проходил важный путь от Волги к Балтийскому морю, было крайне опасным и сложным для судов. Из-за частых штормов тонули сотни кораблей с грузом. В итоге в ноябре 1718 года Петр I издал указ, а через полгода начали строительство Ладожского канала. Правда, длилось оно почти 12 лет, и лишь 30 марта 1731 года объявили об окончательном открытии всего канала протяженностью 117 километров. В этот день, в 1934 году, был изобретен первый дорожный светоотражатель «Кошачий глаз». Однажды, возвращаясь поздно вечером домой, английский рабочий Перси Шоу заметил в темноте два огонька. Это были глаза бродячей кошки. Тогда Перси и пришла идея создать оптическое устройство, которое отражало бы свет фар, помогая водителю передвигаться в темноте. Применение первых же светоотражающих устройств позволило снизить в несколько раз число аварий на самых опасных участках дороги в Великобритании. После чего устройства стали использовать во всем мире. А Перси Шоу наградили орденом Британской империи за вклад в безопасность дорожного движения. В этот день, в 1932 году, родился легенда советского кинематографа Андрей Тарковский. Настоящие глыбы кино его считают не только в России, но и за рубежом. Фильмы Тарковского переведены на десятки языков. Всемирную известность ему принесла картина «Иваново детство». Эта лента получила много наград, в том числе и премии Венецианского фестиваля «Цолотой лев» с «Святого марка». Все следующие работы режиссера – Андрей Рублев, Солярис, Сталкер, Зеркало – неизменно становились популярными и высоко оценивались критиками. Картина «Страсти по Андрею» включена в список 100 лучших фильмов истории кино. Тарковский был очень эрудированным человеком, Мусоргского считал гениальнейшим композитором, а Пушкина – своим любимым поэтом. 4 апреля в 1961 году родился известный российский шоумен и киноактер Дмитрий Нагиев. Сегодня он считается одним из самых высокооплачиваемых артистов, хотя в начале карьеры был малообеспеченным человеком. Тот самый фирменный прищур Нагиева появился после 90-го года, когда во время репетиции спектакля у него произошел приступ, и Нагиев попал в больницу с параличом лицевого нерва. Сейчас артист много снимается в кино, рекламе, ведет популярные телешоу, о своей личной жизни никому не рассказывает и признается, что считает себя сентиментальным человеком, способным расплакаться даже во время чтения трогательных стихов.